Здравствуйте, дорогие мамы и те, кто планирует ими стать. С вами говорит врач-пластический хирург Алексей Федоров. Сегодня мы обсудим такие важные вопросы, как что происходит женским организмом во время беременности, почему так важно грудное вскармливание, так ли страшен диастаз, как о нем говорят, и когда можно делать коррекцию груди после грудного вскармливания. Во время беременности, когда женский организм готовится к тому, чтобы родить ребенка, в вашем организме начинает вырабатываться такой гормон, как релаксин. Релаксин, в свою очередь, подавляет выработку коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи для того, чтобы ваши родовые пути смогли спокойно растянуться, чтобы ребенок легче смог выбраться на этот свет. На женском теле появляются растяжки, правильно они называются стрии, многие от них страдают, потому что это определенный косметический дефект, у многих появляется из-за этого комплекса, кто-то стесняется раздеться и всячески пытается от них избавиться, что в наше время крайне сложно. Люди ходят год-два на различные косметологические процедуры и каждый раз им говорят, подождите еще чуть-чуть, еще пару процедур, скоро будет эффект и никакого эффекта не наблюдается. К сожалению, эту проблему можем решить только хирургическим путем и то только на той части кожи, которая подвергается оперативному вмешательству. Поэтому не стоит тратить деньги впустую и лучше обратиться к пластическому хирургу. Как правило, девочки набирают определенный вес от 10 до 30 килограмм. Женщина может набрать во время беременности, это также сказывается на ее внешнем виде. Далее, как правило, девочки худеют, но кожа не сокращается до тех же объемов, которые были раньше и образуется кожный фартук. Чаще всего он образуется у тех, кто рожал не самостоятельно, а прибегал к кесареву сечению, потому что не все акушеры, во-первых, могут хорошо шить, во-вторых, пересекаются некоторые лимфатические сосуды и над рубцом образуется кожный валик, который тоже эстетически выглядит не очень хорошо. После того, как образовался кожный фартук и вы видите очевидный залом дермы, никакой спорт, никакие упражнения, к сожалению, нам не помогут от этого избавиться. Тут единственный вариант прибегнуть к услугам пластического хирурга. Есть несколько вариантов развития событий. Первый – это мини-абдоминопластика, когда убирается небольшой кожный лоскут ниже пупка. Также во время этой операции мы можем корректировать рубец после кесаревого сечения. И полноценная абдоминопластика с переносом пупка, сушиванием диастаза, который позволяет нам сделать спортивный животик, убрать полностью бока и максимально вернуть тело к тому состоянию, которое было у девочек перед беременностью. Также хочу отметить, что если уж вы прибегаете к хирургии, то можно не то, чтобы вернуть ваш животик таким, как он выглядел до беременности, а сделать его еще лучше, если дополнительно добавить несколько зон липосакции, если сделать, например, липофилинг ягодиц. И фигуру можно сделать такой, о которой вы даже не мечтали до беременности. Пластические операции иногда происходят сочетанно, то есть мы можем сделать и грудь, и живот. И сейчас я хочу немножко больше уделить внимание груди и грудному вскармливанию. Во время грудного вскармливания грудь достаточно сильно увеличивается в объеме под действием гормона парлактина, который отвечает за то, чтобы ваши молочные железы наконец-то использовали свою главную функцию и предназначение – это продукция молока для вашего ребенка. А сейчас давайте попробуем поговорить про важность грудного вскармливания. Просто в последнее время я даже немножко удивлен, когда девочки приходят с таким запросом, что они скоро планируют рожать, но при этом не хотят кормить грудью. Я считаю, что такая ситуация неприемлема. Есть много доказательств и научных работ, где доказано, что дети, которые кормятся материнским молоком, более интеллектуально развиты и обладают лучшим иммунитетом, нежели те, кто вскармливался смесью. Хочу отметить, что ребенок в первые полгода кормления грудью может получать до 100% нужных ему питательных веществ и микроэлементов. Вторые полгода он получает половину от того, что ему нужно, а на втором году жизни он получает грудным вскармливанием 1 треть от нужных ему питательных веществ. Кстати, когда ребенок сосет грудь, у него правильно формируется прикус, и его дикция, как показывает практика, может быть лучше, чем у ребенка, который кормится с бутылочки. Хочу дать небольшой совет кормящим мамам, потому что часто ребенок любит сосать только одну грудь. Многие девочки пытаются сцеживать молоко с другой груди, чтобы не терялась асимметрия, но, как показывает практика, небольшая асимметрия все-таки может произойти, и все это можно исправить с помощью операции, такой как якорная подтяжка. Как происходит деформация груди после грудного вскармливания? Во-первых, под действием пролактина, о котором мы говорили выше, грудь сильно увеличивается в объеме, так как молочные железы начинают продуцировать молоко. После того, как грудное вскармливание заканчивается, чтобы обратиться к пластическому хирургу за консультацией по коррекции груди после грудного вскармливания, нужно как минимум полгода подождать после окончания грудного вскармливания, потому что все деформации, которые происходят с грудью, они продолжаются еще на протяжении полугода после окончания вскармливания. Когда данный момент уже подошел, то вы можете без каких-либо опасений идти к пластическому хирургу и консультироваться. Как мы можем исправить грудь после кормления? Есть такие варианты, когда птоза груди совершенно не происходит, и мы можем исправить ситуацию одним лишь увеличением груди. Поставить импланты, пройти реабилитацию и ходить радоваться жизни с новой грудью. Иногда нам приходится делать якорную подтяжку, потому что происходит птоз груди, по-другому это опущение тканей, потому что гравитация, к сожалению, беспощадна ко всем. Есть простой способ, как узнать, нужна ли вам якорная подтяжка, или можно исправить ситуацию за счет увеличения груди. Мы берем карандаш или ручку и подкладываем его под грудь. Если ручка уверенно задерживается и не падает, то, скорее всего, вам нужна якорная подтяжка. Если же предмет не получается удержать грудью, то тогда мы можем обойтись увеличением груди. Якорная подтяжка бывает двух типов. Это с имплантами и без имплантов. По этому поводу у меня есть целое видео на моем канале. Вот здесь вы видите подсказочку. Можете перейти и полностью ознакомиться с данным видео. Хотелось бы заострить внимание на диастазе. Я думаю, это слово вы слышите сейчас достаточно часто. Все пытаются его продиагностировать у себя. Куча видео есть в интернете по этому поводу. Самый лучший и действенный способ узнать, есть ли у вас диастаз и какого он размера, это обратиться в любую клинику, где есть УЗИ-аппарат, и записаться на УЗИ передней брюшной стенки, посмотреть, какое же у вас расхождение прямых мышц живота. По поводу диастаза у меня есть тоже целое видео, которое я снял со специалистом, мануальным терапевтом и остеопатом, где мы достаточно глубоко рассмотрели такую проблему, как диастаз. Подсказочка вот здесь. Очень советую вам его посмотреть. Также легко понять, что у вас расхождение прямых мышц живота, если после любого приема пищи у вас вываливается животик, и вы никак не можете его втянуть. Это еще один звонок к тому, что обдоминопластика все-таки нужна. Хочу сказать вам, что не стоит ради своей красоты жертвовать здоровьем, интеллектом ребенка. Лучше кормить его грудью ровно столько, сколько ребенок будет хотеть этого. А по окончанию грудного вскармливания вы можете обратиться к пластическому хирургу и решить любые ваши эстетические вопросы. С вами был Алексей Федоров, врач-пластический хирург. Хочу сказать вам, что на моем канале вы можете найти много интересных видео, ознакомиться с ними и получить качественно полезную информацию. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok